ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАН С чем глава информационного центра Восточного Туркестана Абду Джалил Каракаш сделал следующее заявление. Ровно 10 лет назад оккупационные силы Китая и вооруженные этнические группировки устроили кровавую бойню в столице Восточного Туркестана, которая переросла в массовый расстрел и геноцид мусульман-тюрков. Эти события оставили тяжелый след в сердцах ульгуров. Ничто не останется безнаказанным, и Китай обязательно ответит за наших убитых ученых, девушек, подвергшихся насилию, и детей, оставшихся сиротами. Светлая память нашим братьям и сестрам, павшим в этих событиях. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган, завершивший свою дальневосточную поездку, оценил результаты проделанной работы в консульстве Турции в Пекине. На вопросы о разногласиях США по поводу зенитно-ракетных комплексов С-400 Эрдоган ответил следующим образом. «В случае нападения врага мы же не скажем ему, подожди, пока мы раздобудем оборонную систему. Нам необходимо немедленно принять меры». Помимо этого, Эрдоган сообщил, что вопрос экономического сотрудничества с Китаем исчерпан. Напомнившись, что во время переговоров с главой Китая был рассмотрен и ульгурский вопрос, Эрдоган сказал, что в связи с данным вопросом существует множество недопониманий, которые негативно сказываются на турецко-китайских отношениях. По его словам, некоторые люди, сами того не осознавая, вредят Турции, а также себе и своим собратьям. В свою очередь Китай заявил, что не против посещения Восточного Туркестана турецкой делегации. По сообщениям газеты Guardian, на андроид-устройства туристов, которые въезжают в Восточный Туркестан из Центральной Азии, в частности со стороны Киргизии, таможенники устанавливают шпионскую утилиту. Приложение сканирует сообщения, историю звонков, контакты, а также геолокацию. Приложение отслеживает информацию экстремистского толка, собирая все данные в отчет, который отправляется соответствующим органам. The Guardian заявила, что после проведенных расследований и анализов было доказано, что приложение разработала одна из китайских компаний. Британские морские пехотинцы задержали в Гибралтаре испанский танкер, который подозревается в перевозке иранской нефти в Сирию. После чего британского посла в Тегеране вызвали в Министерство иностранных дел Ирана для пояснения случившегося. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что задержание и конфискация были осуществлены из-за того, что судно действовало в нарушении санкций Европейского Союза против Сирии. После инцидента с потерпевшим крушением в прибрежных водах Туниса судном с беженцами было спасено 5 человек. Остальные 81 пропали без вести. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Красного полумесяца провинции Митнин Аль-Мунджи Селим. Подразделения береговой охраны Туниса спасли 5 человек, в том числе и одного гражданина Мали. В общей сложности на лодке находилось 86 нелегальных мигрантов, среди которых было 7 женщин.